85 лет в этом году исполнил социальному проекту «Красный чум». Он направлен на оздоровление коренных жителей Крайнего Севера. За время его действия в медпомощь получили 2500 жителей Ненецкого округа. Сегодня в зале официальных мероприятий КДЦ прошел круглый стол по итогам реализации проекта в прошлом году. Первая линия упряжка «Красного чума» отправилась в тундру в 1929 году. В задачу проекта входила не только медицинская помощь, но и ликвидация безграмотности кочущего населения. Спустя 46 лет «Красный чум» прекратил работу, но в 2002 году по инициативе Ассоциации ЕСАВЭЙ и при поддержке ООО «Лукойл» проект был возрожден, а в 2008 году получил долгосрочный ежегодный плановый характер и обрел партнеров. В архивах есть документ, в котором описываются проблемы, с которыми столкнулись врачи в начале прошлого столетия. В начале 21 века мы сталкиваемся практически с такими же проблемами. Когда мы выезжаем в населенные пункты, не хватает катастрофических помещений. Не хватает помещений для организации приема, нет кабинетов в сельских населенных пунктах. Невозможно создать приемлемые бытовые условия для размещения специалистов. Врачи работают даже по 7 дней, но необходимо каждому человеку выспаться после напряженной работы, чтобы уже на следующий день с новыми силами приступить к своим обязанностям. В ходе реализации проекта организаторы, кроме первоначальных задач, ставят и новые – обучение чумработниц методом оказания первой медпомощи и правилами использования аптечки, а также обеспечение оливневодческих бригад медикаментами. Продолжение следует...